Здравствуйте! Вот, по-моему, второй спутник, запущенный в Советском Союзе, спутник-2, он открыл радиационные пояса Земли. Правда, у нас эта информация осталась секретной, поэтому на Западе эти радиационные пояса называются поясами Ван Алина. Когда их открыл американский спутник, они эту информацию свободно опубликовали. Что это за штука такая радиационные пояса Земли? Я вам сейчас расскажу. Вот у Земли есть магнитное поле. Два магнитных полюса. Между ними, значит, силовые линии магнитного поля. Как вы знаете, когда в магнитное поле попадает заряженная частица, то на нее действует сила Лоренца. Она как бы навивается на вот эти силовые линии магнитного поля. Если, конечно, энергия или скорость частицы очень большая, она не навьется. Она просто отклонится и пролетит дальше. И тут получается такая вещь, что у Земли есть радиационные пояса, которые содержат электроны и протоны. Это компоненты космических лучей. Протоны — это самая такая тяжелая компонента космических лучей, а электроны — вот этот легкий компонент. Нужно сказать, что энергии этих частиц, они не так уж и велики, по нашим понятиям. Речь идет о энергиях до 5 мэв. Вот так скажем так. Что это за энергии такие? Опасны ли они для космических полетов? Вот когда, значит, если такого рода энергии электрон или протон попадает на металлический корпус, скажем, алюминиевый, да, то достаточно десяток долей миллиметра, чтобы он поглотился. Вот. Но тут, правда, есть одна деталька. При торможении электронов возникает рентгенское излучение. Вы знаете, как рентгенская трубка, там есть катод, антикатод, и вот электроны, падающие на катод, тормозятся, и такой пучок рентгенского излучения генерируют. Вот. Так вот это все. И тут тоже такое тормозное излучение. Вот оно тому будет проникать внутрь корабля и действовать на экипаж и на аппаратуру, естественно. Вот. И, кстати говоря, зарегистрировать эти, значит, частицы достаточно сложно. Приходится делать датчики, которые, значит, выносятся на поверхность спутника, на поверхность космического аппарата. И, значит, только, видимо, на спутнике, нашем спутнике номер 2, был датчик рентгеновского излучения. И он его и зарегистрировал, да, вот тормозного гамма-излучения. Вот. Вот так вот получилось. Опасно ли? Ну, так, что вот прямо это убивает всех, это, конечно, сильное преувеличение, да. Вот, как говорят, вот, американцы не могли быть на Луне, потому что невозможно пролететь через радиационные пояса Земли, там, типа все. Ну, это вот такие вот романтические 60-е годы, кто-то, помню, мне рассказывал, что американцы запустили в космос иглы, какие иглы, а вот прям швейные иглы. Они будут летать, набирать радиацию, потом будут падать, пачками, причем, падать, и втыкаться в крыши. О-о-о, ужас какой, я так представлял тебе дома, и в крыши втыкаются пачки швейных игл. Это ужас просто был. Вот, что творили американцы, да, в 60-е годы. По крайней мере, если послушать наших рассказчиков было тогдашних. Да, вот так вот. Так что вот радиационные пояса, тем не менее, это несут некое, так сказать, воздействие. Называется это действие факторов космического пространства. Аппаратура должна быть к ним стойким. Основным фактором космического пространства, который вот негативно действует на объекты, биологические и аппаратуру, это, так сказать, протонные компоненты. Протонны, может быть, могут быть очень высокоэнергетичными, да, очень высокоэнергичными. Причем они движутся с очень большой энергией, соответственно, со скоростью почти равной скорости света. И вот у космонавтов и астронавтов известен такой вот фактор на них, биологическое и космическое пространство. Вдруг глаз ничего не видит, вспышка такая, все заливает светом зеленоватым. Бум! Это через глазное яблоко, оно прозрачное, пролетел протон, и у него, значит, идет вот это черенковское излучение. Он летит с такой большой скоростью, что скорость его больше скорости света вот в глазном яблоке, и поэтому все заливает этим светом. Бум! Потом это отходит. Ну, кто-то это легко переносит, кто-то прячется спать, ложится в этом самом отсеке, где аккумуляторы у них стоят. Все-таки аккумуляторы больше, много массы, это никак не защищает. Ну, вот так вот. Удачи вам! Всех благ! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok